Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Вы на канале Евангелия в последнее время и с вами Игорь. Слава Господу! После некоторого перерыва, 10 дней, я опять могу быть в эфире, я опять могу, ну может быть не видеть вас, но вот быть в эфире, чтобы еще раз поблагодарить вас за вашу верность и доброту большинству из вас. Конечно, мы понимаем, что на канале есть разные люди, но пусть Господь всех благословит, особенно тех, кто не знает Иисуса Христа как Господа, как личного Спасителя, чтобы Господь даровал веры по милости и чтобы они уверовали и спаслись, потому что Иисус единственный путь спасения, и Он Господь и Бог. Ну а всех, кто знает Господа Иисуса Христа, пускай даже вот это смутное время, в которое мы живем, пускай оно нас вдохновит. Почему? Потому что это время говорит о возвращении нашего Господа Иисуса Христа. Да, время смутное и тяжелое, еще будет немало сложностей, мягко говоря, даже гонений, хотя гонения часть нашей жизни во Христе, хотя вот я здесь живу в Америке, понятно, что мы гонений практически не видим, хотя они есть, но уровень гонений он разный, да, как мы знаем, не всегда он был. Почему? Потому что этот мир ненавидит Господа нашего Иисуса Христа, и он будет ненавидеть нас, если мы его ученики, да, нас никто не убивает здесь в Америке, в тюрьму пока еще не сажают, но реакция, конечно же, есть, особенно тогда, когда мы провозглашаем добрую весть Иисуса Христа, не только провозглашаем, но стараемся жить по Евангелии. Мы также говорим шалом всем и в преддверии праздника Хануки, а также мы будем скоро праздновать Рождество и Новый Год, мы потом отдельно или в отдельном видео поговорим об этом и о Хануке. Я, наверное, перезапущу одно видео, почему? Потому что события Хануки указывают на последние события вот этой истории Божьей, особенно связанные с настоящим Антихристом или последним, или именно Антихристом, потому что у Антихриста очень немало предтечий было в истории. События Хануки повторятся в истории у израильского народа. Также мы хотим поблагодарить за вашу доброту, за вашу материальную поддержку евангельского служения, миссионерского служения Евангелия в последнее время. Пусть Господь вас благословит. Хорошо, друзья, перехожу к теме сегодняшнего вечера. Я возвращаюсь к теме, связанной с короной. И сегодня мы еще раз поговорим о вакцинации, поговорим, как эта тема переплетается или как она идет параллельно с тем, что говорят пророчества Библии, а также, что говорит сама книга Откроений. И все, что я буду говорить, как всегда, как в каждом виде, это мое, это моя точка зрения, это так, как я понимаю. Ну, а все мы будем молиться, чтобы Господь нам открывал. Я уже говорил о том, что мой дух не принимает вакцинацию. Может быть, она правильная, я не знаю. Может быть, она хорошая, увидим, но мой дух ее не воспринимает. Почему? Потому что я сказал. Это переплетается и идет параллельно с тем, что говорит книга Откроений. Нет, пока вакцина не метка зверя. Я знаю, что многие считают, что это метка зверя. Нет. Метка зверя будет тогда, когда к власти придет Антихрист. И то во второй своей половине, когда он откроется, как Антихрист. И когда, да, сядет именно в храме, который будет отстроен. И когда он начнет заставлять поклоняться ему, особенно евреев, как Богу. Вот тогда начнется великая скорь. Параллельно это будет идти так же, как скорь Якова. Потому что будет так же великое уничтожение еврейского народа. Почему? Потому что дьявол через Антихриста и через своих людей. К сожалению, огромнейшее количество атмосонов. Разные группы. Разные группы. Есть и слепцы. Есть и те, которые сознательно избрали дьявольский путь. Но они постараются еще раз решить окончательно еврейский вопрос. И суть духовная. Именно духовная. Почему? Потому что если евреи будут уничтожены, тогда Божие пророчества не смогут взвыться. И Иисус не сможет вернуться. И значит, Он не сможет восстановить свое царствие на земле. Вот так. Но Христос вернется. И остаток Израиля спасется. И уехает в Господа. И Господь, да, восстановит свое управление на этой земле. И дьявол уже побежден. Вот там на Голгофском кресте. Это в плане спасения надежды, которую имеет каждый человек. Но война-то духовная. Она продолжается. И здесь нужно смотреть глубже. Именно в духовную составляющую. И вот здесь вопрос Израиля, еврейский вопрос, очень важен. И мы всегда говорили, и мы веруем в это, что Израиль как мировые часы. И если мы хотим узнать, как скоро Господь придет, нам нужно смотреть, что происходит в Израиле. Но не только в Израиле. Мы уже говорили и о карабахских событиях. Почему? Потому что карабахские события также ключ, который соотносится или относится именно к Гогу, к России, северному царю. Я думаю, что это все будет совершаться очень быстро. В последнее время мы живем, но мы никогда не давали даты, и мы никогда не будем давать даты. Поэтому это дело неблагородное. Но даже не потому, что это дело неблагородное. Иисус сказал, что только отец знает. Да, можно не то, что поспорить. Господь это говорил, когда он был на земле. Сейчас многие говорят, что Иисус знает. Может быть. Но мы-то не знаем. Признаки, да, они есть. И мы понимаем, что скоро. Многие говорят, вот, в 21 году и так далее. Или в 23 до 27 года. Да, пожалуйста, я просто обращаюсь к тем, кто, может быть, поверил этим уже слухам. Господь может прийти в любое время, когда исполнится Его пророчество. Если Его пророчество все исполнится за один день, значит Господь придет завтра. А если нет, значит нет. Мы не знаем когда. Но я говорю, отходите, уходите от тех, кто дает даты. Это просто мое обращение с любовью. Есть немало каналов. И вы знаете, какие эти каналы. Которые дают даты. Которые сами впали в обольщение. Да, особенно русскоязычные. Прослушивая англоязычных, американских, так называемых проповедников. От мессианских до я не знаю кого. Связано с вычислений, нечислениями. Вплоть аж до Кабалы. Поэтому я просто хочу сказать. Отходите от этого. Да. Время последнее. Да. Мы молимся, мы рассуждаем. И стремимся быть готовыми каждый день. Хорошо, друзья. Практически во всех странах объявлено, что начинается вакцинация. Пока, как они говорят, добровольная. Но это только пока. Я нисколько не сомневаюсь. Это моя позиция. Моя точка зрения. Что акцинация со временем будет обязательна. В любом случае, если ее не будет, люди со временем начнут терять бенефит. Я уже говорил, что это перекликается с тем, что говорит книга Откровения. Когда антихрист или, в кавычках, царь нового мирового порядка. Он издаст указ, что каждому, и богатому, и бедному. Да. Каждому. Всем людям нужна будет эта метка. Если ее не будет, тогда не сможет никто ни купить, ни продать. То есть, он станет вне системы. Или вне закона. И мы видим сейчас. Оно как бы подготавливается. И это не случай. Все, что мы видим, что происходит, связанное с карантином. Я нисколько не сомневаюсь, что это подготовка именно к новому мировому порядку. Именно к тому, что говорит книга Откровения. Они тестируют людей. Они тестируют людей. И они видят, они recording, я не знаю, как это сказать по-русски, не записывают, а как вот в память вводят, программируют, смотрят реакцию людей. Как они реагируют, как мы реагируем на это. И, конечно же, это все идет по плану. Я также не хочу спорить с теми, кто говорит, что вируса нет. Вирус есть. Вирус есть. Это однозначно. Но другой вопрос. Что это за вирус? Откуда он? Как он возник? Как он действует? Конечно же, завышенные данные. Люди умирают от разных болезней. И все приписывается это вирусу. Мы не будем сейчас об этом говорить. Я знаю одно, что вирус есть. Но очень много вопросов, которые я не хочу в эфире говорить. Как я вижу, как я понимаю. Но понятно, что это также план для того, чтобы просто разрушить сегодняшнюю систему этого мира. Уничтожить просто национальное даже самосознание людей, чтобы ввести вот этот новый мировой порядок. Вот привести к этому глобализму одну систему, одна экономика и один, в кавычках, ихний царь, антихрист. Поэтому это все делается для этого. Но завершится это все войной. И, конечно же, идет удар по национальным валютам. Я уже говорил о том, что, как ни странно, несмотря на то, что Америка является одним из центров всех этих людей, которые служат дьяволом. Эта страна, она выполняет свою роль. И после этого дьявол просто ее уничтожит. Вернее, Бог допустит, попустит по некоторым причинам, что Америка пала. И Америка падет. Но это будет в самые последние дни, последнего времени. Тем более, доллар будет уничтожаться, просто разрушаться, хотя он не обеспечен золотом уже. Но все равно он имеет огромную ценность сегодня. Несмотря ни на что. Поэтому будет делаться все возможное для того, чтобы полностью уничтожить эту валюту. Почему? Потому что система антихриста, это электронная система, это блокчейн. И систему блокчейн будут и могут использовать в разных направлениях. Система антихриста, это искусственный интеллект. Поэтому делается все возможное сейчас в разработках. Это мы когда-то об этом тоже еще более поговорим. Тем очень много. Пожалуйста, молитесь. Многие страны объявили о начале вакцинации. Я начну с того, что сказал президент Трамп, президент страны, в которой я живу. Он объявил о начале вакцинации. В США, смотрите, что сказано. Президент США, Дональд Трамп, объявил о начале вакцинации от короны. Соответствующие заявления он сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджио. Вакцинация должна начаться на следующей неделе. Итак. Так же неизвестно с выборами. Я не удивлюсь, если все же объявят о победе Трампа. Я не удивлюсь. Но вполне возможно, что Трамп проиграл. Хотя он уже объявил, что через 4 года он опять будет баллотироваться. Скажу, что господин Трамп, несмотря на все его положительные качества в плане как бы публичного сторонника христианских ценностей. Он, который справлял сатанистский праздник, Хэллоуин. Ну, понятно, он невозрожденный человек. Но хотя бы на словах или даже в действиях, пускай. Да, как бы он поддержит христиан. Хотя его советники, и мы показывали одно из видео, это и Полу Уайт, его молитва «Бог и судья», «Бог и судья». Но если у него такие советники, так называемые христиане, то мне глубоко жалко Трампа. Личность он неординарная, личность он в какой-то мере загадочная, но он под полным влиянием Хбада, особенно в лице его Саны Лоу, его зятик, которого зовут Джаред Кушнер. Это еврей, тоже интереснейшая личность. Многие думают, что он антихрист. Я так не думаю. Но я уверен, что такие личности, как Билл Гейтс, как вот Джаред Кушнер, как вот, например, особенно Илон Маск, да, они прекрасно знают, кому они служат. Так вот, Трамп, конечно, под очень сильным влиянием именно вот этого хасидского направления Хбада. И я не думаю, что он делает сам, что он хочет делать. Он сказал, разработка вакцин от вируса продвигается на небывалом раннем уровне. Это заняло было другой администрации пять лет, у нас семь месяцев. И вакцины будут доступны на следующей неделе. Мы собираемся начать вакцинацию, и многие люди уже вакцинированы. Смотрите, а может быть, он и верит на самом деле, что все нормально в вакцине. Может быть, так оно и есть. Может, так оно и есть. Но то, что мы сегодня видим в истории вообще человечества, такого никогда не было. Вот за один день они закрыли церковные здания. Я говорю здания. Церковь никогда не может быть закрыта. Никогда. Она победоносная. Сказано, врата ада ее не одолеют. Также Господь никогда не закрывал небеса на карантине и не закроет. Когда-то закончится благодать. Да, и люди уже не смогут. Не смогут спастись. Но сегодня тем благодати Господь дарует милости покаяния. Но что я хочу сказать, что, конечно же, законы мы должны следовать. И я тоже летаю часто, и я одеваю маски. Я стараюсь дезинфицировать свои руки. Что ж, вирус, он есть. Но с другой стороны, пускай каждый решает. Мне многие обвиняют. Меня многие обвиняют. И говорят, вот из-за меня многие люди не будут прививаться. Я еще раз хочу сказать. Вы решайте сами, как вы хотите. Я сделал для себя выбор. Я не знаю, насколько я сильный, смелый человек. Я уже сказал, что пока она добровольная. Но мы сейчас об этом скоро поговорим. Что значит добровольно? Так называемый, добровольно будет приниматься. Понятно, что ничего добровольного нет. И со временем будет обязательно. Но пока человека будут предупреждать. Один бенефит у него уберут. Второй. Скажут, ну вот даже сейчас в Канаду мы не можем ехать. Канада закрыта. Ихний премьер-министр и другие официальные лица. И мы сейчас об этом тоже почитаем. Уже говорят о том, что нужно будет ее делать. И да, будут лишать один бенефит, другой. Не сможешь ехать в Канаду. Не сможешь даже поехать в другой штат. Да, вот мы уже сейчас ездим. Даже я на машине. Был в некоторых городах. Ну вот уже сайн, что оставайтесь дома. Не распространяйте болезнь. В Пенсильване, например, где я бываю нередко, уже требует, чтобы оставаться 14 дней или дать тест, что негативный анализ у тебя, то есть нет этого вируса. То есть потихонечку-потихонечку гостиницы не будут принимать. Не сможешь отдохнуть, полететь. В самолет не войдешь. Все это делается потихонечку. И придет день, когда они скажут обязательно вакцинацию. Но к этому времени может быть много что еще изменится. Почему? Потому что я говорил, что кульминацией всего этого будет война. Потому что мы видим столкновение интересов многих, достаточно сильных держав на этой земле. Но понятно, что когда придет к власти антихристадия, его примут, и большинство людей, подавляющее даже, к сожалению, просто будут обольщены. Из-за своего же греха Бог подпустит. Как сказано в первом голове римлянам, что Бог подпустил вот этим нечестимым людям. Мы все грешники, но суть благодати в том, что Господь просто не дает и нам в грехах наших просто пасть. То есть Дух Святой, Господь, Он контролирует, не дает нам просто, что по натуре мы все грешники. А есть те, которым Господь подпустил. Вот по некоторым причинам, но в Писании, вот первой главе, сами прочитайте, не буду сейчас говорить, почему Господь подпустил им. И вот, кстати, и вопрос гомосексуализма, и вот этой всей мерзости, это одна из частей, что они стали вот этой похотью, да, вместо того, чтобы поклониться Господу, стали поклоняться вот творению, видя все Божьи свидетельства, отказались сознательно, да, от Господа. И вот Господь подпустил этому греху развиваться. И понятно, что их не план, новый миропорядок, антихрист, он предложит решение всех этих проблем, да, и люди просто побегут за ним. Должно произойти, я думаю, что это война. Кто-то говорит, что это будут природные катаклизмы, и природные катаклизмы тоже. Коллапс экономики, да, но кульминация все же война. Голод, голод тоже будет. То есть они уйдут в нем, в кавычках, спасителя. Иисус пришел как страждущий раб. Он не восстановил царство Израиля, как они ждали. Это не была его цель. В первое его пришествие, когда Господь вернется во второй, царство Израиля будет восстановлено, братья и сестры. Действительно, Иерусалим будет столиц, и все исполнится по новому договору, что Бог обещал на работу Израиля. Совершенно верно. Но вот антихрист придет, как, в кавычках, спаситель, который там сделает, там почини, тут, здесь, да, и у него будет духовная поддержка. Лжепророк, вот эти ложные чудеса. И многие, многие пойдут за ним. Поэтому надо просто борствовать. Видя, что в церквях сегодня происходит. Видя страх, даже некоторых пасторов, к сожалению, предательство, как было, оно есть, оно и будет. Но я хочу говорить о тебе. Я человек слабый, я прошу просто Господа, Господи. Я могу ошибаться, конечно, с вакциной, но если нет, и если, Господь, я слишком слаб, и мне нельзя принимать вакцину, Господи, да не доживу я до вот этого дня, когда просто я могу сделать эту роковую ошибку. Хотя, еще раз повторюсь, вакцина не метка зверя, но для себя, я понимаю, ее нельзя принимать. Но каждый посмотрится сам. Не знаю, почему я так говорю. Я просто не знаю. Если честно, я хотел бы ошибаться. Может быть, у нее ничего плохого нет. Но не знаю. Итак, Трамп объявил о начале вакцинации. Но тут же появилась проблема. Какая проблема? Смотрите. Файцер, один из разработчиков этой вакцины, а их несколько главных, заявил о нехватке вакцины для США. Для других стран нормально. Для США не хватает. Кстати, посмотрите, много говорят и ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, что будет распределяться. И вот недавно даже президент Азербайджана выступил в ООН и сказал, что должно быть справедливо. Каждой стране определенное количество честных. Ну, понятно, что этого нищикогда не будет. Этого не было никогда в мире. Это не будет. Поэтому представьте, сколько нищих стран. Хоть вакцина недорогая, как бы. Но суть в ней совсем другая. Но все равно. Все равно, сколько все равно умрут без этого вакцины. Я уже не говорю, если примут вакцину, но силам зла это не нужно. Вот эти люди, которые несчастные в Африке, эти люди, которые несчастные в других некоторых странах, других континентах, они вообще им не нужны. Им нужно силам зла, что они поскорее бы умерли от вируса, без вируса. Поэтому все идет спланировано. Ну вот, нехватка вакцин в США. Американская компания Pfizer сообщила администрации президента, что не сможет предоставить существенное количество дополнительных доз вакцины против вируса, так как другие страны скупили большую часть запаса. Это означает, что правительство США не сможет нарастить поставки вакцины Pfizer быстро, как ожидалось. Сомнения, значит, появились. Смогут ли американские власти придерживаться графика и провести вакцинацию большей части населения страны концу весны или начала лет? Вот интересно, что многие братья и христиане наши, да, евангельские, особенно, и не только евангельские, кстати, много православных, вот я встречаю, тоже говорят, что их ни дух не принимают. Вот интересно, как оно будет вот со временем один бенефит лишат второй, а потом вообще объявят врагами народа, потому что скажут, что вот мы, особенно вот церковь, церкви евангельские, они являются угрозой заражения. И, кстати, это одна из причин гонений, которые пойдут. Если сейчас уже кто без маски, дергутся, в самолетах, вот, я думаю, что вы все читали и новости смотрели, люди смотрят, вот не дай бог, без маски, я иногда сам замечаю, сам себя иногда не узнаю, как бы все носят маску, сказано, магазин без маски не зайдешь, я одеваю, потом кто-то без маски, думаю, а где, а потом, так, прихожу в себя, да, вот так объявят врагами народа, если уже люди без маски объявляют врагами народа, что будет тогда, когда у человека, ну, будут знать, что вот не взял вакцину, или вот церковь официально объявила, что вот не будет подчиняться. Смотрите, что сказано. Власти США заключили соглашение вот с Файцером и немецкой биотехнологической компании BioNTech или BioNTech на приобретение до 600 миллионов доз, разрабатывая фирмой вакцины против вот вируса. В соответствии с соглашением после получения первых 100 миллионов доз США заплатит почти 2 миллиарда долларов. По условиям соглашения США также могут закупить до 500 миллионов доз дополнительно. Представитель вот Файцер отказалась подтвердить Вашингтон-Пост какую-либо информацию о переговорах компании с американским правительством и заявила, что помимо первых 100 миллионов доз, которые США себе гарантировали, необходимо будет заключить отдельное соглашение. Сразу хочу сказать, что эти компании, они не принадлежат Биллу Гейтсу. Модерна, которая, кстати, показала почти 100% эффективность, как они заявили. Вот Модерна, да. В принципе, американское правительство может заключить соглашение с другими компаниями, но я не имею информации по поводу соглашения именно с Модерна. Но вот с этим компанией Байонтек и Файцер в Америке есть. Далее мы видим вот Файцер, тоже, кстати, американская компания, из-за проблем с логистикой поставит до конца 2020 года вдвое меньше доз вакцины от вируса, чем предполагалось. Как сообщает издание, первоначально Файцер и немецкий партнер от Байонтек планировали до конца года поставить 100 миллионов доз. Теперь эта цифра скорректирована до 50 миллионов. Немецкая компания Байонтек и американский гигант Файцер в ноябре также сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакциной и она показала эффективность порядка 95%. Кстати, пришла информация, что те, которые были как волонтеры, 6 человек уже умерло, 6. Всемирная организация здравоохранения считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Много вопросов. Ну, хорошо, вот вакцина. А какой эффект? Ведь, чтобы действительно эффективную вакцину создать, требуются года. Года. Но они слишком быстро это сделали. Тогда напрашивается вопрос, будут большие проблемы? Либо эта вакцина, она была уже готова, а значит, в ней действительно что-то есть. Но они готовят. Опять пугают людей и говорят, что будет еще одна. Они сказали, и мировому сообществу необходимо готовиться к новой пандемии уже сейчас. Это ВОЗ. Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающиеся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания контроля за распространением этого вируса. ВОЗ исходит из того, что мировому сообществу по силам победить этот вирус с силой науки и солидарности. Конечно, мы примем вакцину, все будет хорошо. Хотя, если сегодня говорят, что не знать побочные эффекты, говорят, что ну на полгода, а дальше. Ну хорошо, если даже сегодня дадут вакцину, там все нормально, мы понимаем, к чему это все ведет, ну дадут в следующий раз сказать еще лучшей разработкой. И действительно, то есть, сама суть этой вакцины, это мое понимание, не от Господа, точка, не от Бога. Далее. Американская компания United Airlines, я очень часто летаю этой компанией, в пятницу начал выполнять чартерные рейсы по разным странам для распределения потенциальной вакцины от вируса. Вот это Pfizer и BioNTech, да, то есть, они начали уже специальные рейсы в разные страны. То есть, прививают всех людей, так же, как и будет в новом мировом порядке, объединенный мир, объединенная земля, когда будет введена метка зверя. Таким образом, компания Pfizer закладывает основу для быстрого продвижения, если она получит одобрение от управления по контролю за продуктами, лекарствами и других регулирующих органов по всему миру. Компания United Airlines, будет время, почитайте о ней, кто ее хозяин, кем она была вообще основана, куда они ходят, какие у них верования. Я не буду сейчас ничего говорить, но я хочу сказать, что большинство таких серьезных компаний, как Pfizer, это фармацевтический гигант, как вот такие Airlines, авиакомпании и другие, то же самое Microsoft, Apple, это все люди, которые являются членами масонских возраст под разными названиями и ответвлениями, как New Age или это другие названия не имеют. Это разные, разные. Кстати, свидетели так называемые Говы, это тоже масонское отделение, хотя они не знают, оно более как бы хитрое, но организовано было, конечно же, и масонами, так же, как и мормоны. Мы просто много не знаем, но это так, и мы должны просто быть очень осторожными, потому нам нужно очень держаться Господа Иисуса Христа, очень, и пусть Бог нам поможет, но давайте пойдем далее. Мы уже говорили, что те события, которые сегодня происходят, не только связанные с вирусом, очень ясно отпечатали, если ли отобразились как пророчества во многих фильмах, мультфильмах. Мы говорили об этом, это связано и в мультфильмах Симпсона, и в разных фильмах, связано с башнями, падением, разрушением башен, а также с этим вирусом. Интересная статья пришла, Джуд Лоу рассказал, что на съемках заражения, кстати, есть немало фильмов, я посчитал до 10 как минимум, которые рассказывают практически один к одному то, что мы сегодня видим, связанное с этой короной. Но именно в фильм заражения предсказали пандемию. Британский актер Джуд Лоу рассказал, что эксперты предупреждали съемочную группу во время работы над заражением в 2011 году, что пандемия похожа на то, о которой идет речь в фильме, неизбежна. Не знаю, откуда они имели эту информацию, потому что, кстати, очень многие фильмы, особенно фильмы ужасов, фантастические разные фильмы, информация, которая показана, это просто человек, просто невозможно им просто сообразить, придумать. Значит, информация есть в духовном мире. и понятно, что, и кто, вернее, дает эту информацию. Понятно. И многие фильмы, понятно, это дух из добы поднебесный, и они пропагандируют, или они показывают, дьявол показывает свой план. И Бог просто пропускает, и со временем видим, что оно совершается. Бог пропускает, но не будем забывать, что все равно Бог все контролирует, и все в его воле. А теперь мы дошли до Канады. Смотрите, что сказано. В Канаде предупредили об ограничении при отказе от вакцинации. Вакцинация от короны в Канаде будет проходить добровольно, это так они сказали. Однако, смотрите, однако, отказавшиеся от препарата могут столкнуться с рядом ограничений, предупредила министр здравоохранения провинции Онтарио Кристин Алиот. Оглашая планы провинции по распространению вакцины против вируса, она подчеркнула, что власти не могут никого заставить пройти процедуру, и со своей стороны могут лишь попросить канадцев обезопасить себя и близких. Вот, видите, близких. То есть, не сделаешь, не сможешь сделать то и другое, потеряя бенефит. При этом, она не исключила, что отказавшиеся от приема препарата могут столкнуться с рядом ограничений. Еще раз повторюсь, это в Канаде. Если в Канаде такое происходит, то что будет в других странах? Отказ от вакцины может стать причиной введения ограничений в отношении поездок или других запретов. Все будет зависеть от людей. Они сами должны сделать выбор, исходя из того, что для них важнее, добавила Илья. Глава ведомства заявила, что вакцинация защитит не только жителей страны, но и ее экономику, образовательную систему, а также систему здравоохранения. Братья и сестры, вот интересно, ведь когда дьявол издаст указ через Антихриста о метке зверя, да, вот интересно, на что же будет добровольное? Ведь прекрасно будут понимать, что принимают. То есть, примешь и станешь частью этой системы продавать, покупать, просто жить. А если нет, то не сможешь. И здесь то же самое. Смотрите, как это переплетается. Как это идет параллельно с тем, что Господь сказал в Слове Своем Святом. Не примешь, не поедешь, не примешь, не полетишь, пожалуйста, не принимай. Но пока тебя никто преследует, как бы вначале, не будет. Пока никто тебя лишать куска хлеба, как бы не будет. Но потом ты не сможешь работать. Потом будут лишать. Интересное время мы живем. Не знаю даже, как будет в нашем служении. Если Бог даст мне силы, я все же смогу отказаться. Я не смогу бывать в других городах. Будем проповедовать здесь. Я знаю, что Бог позаботится. Потому что время последнее в принципе я верю, что Господь скоро придет. Один из журналистов спросил вот этого канадского министра, могут ли в будущем различные институты требовать доказательства того, что человек принял препарат от вируса. Отреагировав на вопрос, премьер провинции Тутфорд ответил, что заставлять каждого человека проходить процедуру было бы незаконно. Но, однако, дальше было сказано, что правительство может прибегнуть принудительной тактике. Премьер-министр Канады Джастин Трудо 7 декабря заявил, что при получении одобрения со стороны Минздрава первые жители страны будут вакцинированы уже на следующей неделе. И вот также Оттава закупила препараты для проведения процедуры в количестве необходимых для вакцинации 154 миллионов граждан, хотя в стране проживает менее 40 миллионов человек. Что будет с этими людьми, которые возьмут ее, я не знаю, но у меня нехорошие чувства. Далее мы переходим к Англии. В пабы Лондона попадут только привитые люди. В пабы Лондона ну что такое паб? Ну пиво, музыка, танцы, водка, алкоголь. Человек, ну кто уже там постоянно сидит, понятно же, ему все равно там вакцину дадут или метку поставят, какая разница. Ему нужно пойти и посидеть там, поэтому с ними проблемы не будет. В Великобритании не исключили, что пабы, рестораны в будущее могут начать пускать только тех, у кого есть прививка от вируса. Такое заявление сделал замминистра здравоохранения Великобритании Надин Захавей, ответственный за вакцинацию от вируса. Кстати, он мусульманин по происхождению. По его словам, тем, кто пройдет вакцинацию, правительство начнет выдавать специальные документы. Вот интересно. Сейчас мы дойдем до статьи из израильской прессы, мы коснемся Израиля, как вот зеленый паспорт, да, как Билл Гейлс говорил, цифровой сертификат, квантовая татуировка. Да, они очень быстро начинают подготавливать к этим событиям в великой скорби. Информация также будет зафиксирована в специальном мобильном приложении. Вот когда мы летаем, даже если мой билет на телефоне, сканируется, я смотрю, уже аппараты есть, но они, правда, уже давно, под печатки глаз заходят люди, это их вся информация, да, проходит контроль в аэропортах. То же самое и здесь, вот как сказано, когда будет метка зверя, на правую руку или на чего, все, попал, сканировал, есть, все нормально. Так же и вакцина, да, я не знаю, может, вначале будет документ, может, потом по выбору скажут, да, там, я не знаю, какой-то поставит, как Белгейс говорит, как я уже сказал, цифровый сертификат или квантовая татуировка и все. Далее Захаври предположил, что эту систему также начнут использовать кинотеатры, спортивные объекты и другие места. Все, нет вакцины, не пойдешь на соревнование, нет вакцины, не пойдешь в кинотеатр, нет вакцины, не полетишь, и я не знаю, где эта статья делась, но у меня была статья одной австралийской, я забыл, как эта компания, по-моему, одна или две, забыл, как она, Куантес или как это называется, я могу ошибаться, неправильно произнести, но австралийская авиакомпания очень большая, она сообщила о том, что если не будет вакцинации, то ты не сможешь полететь на эту компанию. Все, так сообщила австралийская авиакомпания, но это она пока одна, практически везде, это со временем будет введено, везде, каждая компания скажет, что не будет, не полетишь. Ну, и как говорил, сейчас у нас Израиль, что происходит в Израиле, связанное с вакцинацией? Вот Натаньягу, это знаменательный день для Израиля, Израиль, американская компания Pfizer, опять Pfizer, подписали соглашение о закупке вакцины, 13 ноября это сделал премьер-министр Израиля, сообщил официально и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, он из России, кстати, прекрасно говорит на русском языке, один из членов СИОНа сидел в тюрмах, и не один раз, ну, человек, ну, я не буду говорить, Бог ему судья, но вот они говорят, это знаменательный день для Израиля, когда они примут Антихриста, евреи примут Антихриста, Израиль примет Антихриста, они тоже скажут, это самый-самый день для Израиля, это самый день, столько веков прошло, мы ждали, написано было в самом начале, а Мессия, вот он пришел через несколько тысяч лет, а когда он начнет уничтожать евреев, что вы скажете тогда? Когда он начнет уничтожать евреев, а он начнет, но слава Господу за милость, когда Господь все равно помилует и остаток, которые вас зовут и воскликнут. Благословил гряды во имя Господь. Блуха бар, бащи ба-данай. Да, знаменательный день для Израиля. Пройдут месяцы, прежде чем будет осуществлено массовое вакцинирование. Пока же необходимо продолжать следовать руководящим принципам. Там ситуация не очень хорошая, полный локдаун был, сейчас говорят, поспомление, нас сейчас опять говорят, еще нужно. Экономика просто трещит по швам, если можно так выразить. Говорят, не выйдешь. Многие люди, очень многие люди потеряли работу. Я знаю, потому что у меня родственники живут в Израиле. Я просто знаю, что происходит. И вот сказано, мы не должны впадать в состояние самоуспокойности. Продолжаем соблюдать дистанции, носить маски, беречь даму. И надеемся, что к началу 21-го года поступит значительное количество доз вакцины. Они надеются на вакцину, а мы надеемся без вакцин на Господа Бога Иисуса Христа. Но давайте посмотрим, что дальше происходит. Эдельштейн требует принять закон об обязательном вакцинации. Это дело времени. В каждой стране это будет. Не знаю. Может быть, я сказал, в каждой, может быть, почти во всех. Это будет. Я говорил о том, что Дания одна из первых стран, которая, кстати, приняла еще год назад закон. Вакцины не было тогда. Только разработки первые шли. И вот не будет вакцинации, не сможешь жить Дания. Кстати, протесты пошли. Они отменили этот закон. Но не знаю, что будет дальше. Но я так думаю, что в большинстве стран все же она будет обязательная. В плане того, что, как мы уже говорили, если ее не будет, ты не сможешь. Просто не сможешь делать то или другое. То есть, потеряешь свои бенефиты к тому, к чему ты привык. Но лучше потерять, чем лишиться надежды на спасение. Я сейчас говорю уже для христиан. Это очень большой челлендж. Я не знаю, как вызов. вызов для христиан сегодня. Я как и пастор, и я говорю уже как для пасторам, просто как для христиан. Это очень большой вызов. И Господь через это тоже будет проверять. Но уже, наверное, в третий раз скажу, это все же не метко. Это еще не метко. Но мой дух говорит о том, что с вакциной что-то не то. Но каждый пускай сам решает. Почему? Потому что я человек немощный, я тоже могу ошибаться. Итак, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн предвещает принятие закона об обязательной вакцинации всех жителей Израиля против вируса. Эдельштейн с этой целью обратился к комиссии из трех экспертов, члены которой бывшие судьи. Эдельштейн оставит на принятии закона о вакцине. Закон предусмотрит обязательную вакцинацию и выплату компенсации государством тем людям, которые в результате такой вакцинации пострадают. Но, конечно же, понятно, что информация она разная. Есть действительно много информации, ее также запускают враги Господни и немножко правдой, или даже множко правдой и немножко неправдой и все. То есть, здесь нужно просто молиться и просто увидеть от Господа что правда, что неправда. Вот, например, в ожидании поступления в Израиль вакцин против вируса Израиль предостерегает от общественного страха перед иммунизацией. Даже неверующие люди понимают, что здесь что-то не то. Почему? Потому что, ну, я не знаю, как это объяснить, но Бог дает. И даже неверующим людям, как и сказано, то есть, солнце, оно сходит и над верующими и над неверующими, в данном случае сказано, праведниками и беззаконниками. То есть, Господь дает возможность человеку все решать даже тем, кто не знает Иисуса Христа. Вот, сказано. Люди боятся вакцинироваться, потому что вакцины новые и их эффект неизвестен. Именно поэтому закупили вакцину также, вот здесь сказано, AstraZeneca, которая основана на ранее известной технологии производства вакцины. Значит, будут две вакцины, Pfizer и AstraZeneca. Теперь возникает вопрос, как это повлияет на приоритетность вакцин. Далее сказано, врачей беспокоят вакцины Pfizer и Moderna, которые работают по инновационной технологии. Здесь идет процесс закругления углов, сказал профессор Авинуам Рех, старший невролог больницы Хадаса, который ранее занимал пост председателя бюро этики медицинской СССР. Модерна, она под Биллом Гейтсом, Pfizer, скорее всего, их нехозяин, сейчас я не помню его имя, тоже Мессон, ну и AstraZeneca, это все они, из одного общества. Знаете, как в бизнесе часто бывает, открывается один магазин, там какая-то проблема, тот же самый хозяин открывает второй, недалеко, конкуренции, если люди что-то узнали про хозяина первого магазина или что-то не понравилось, они уже говорят, мы не пойдем туда, на свои деньги будем относить, покупать в другом магазине, но даже не знаю, что и тот и другой, и тот и другие магазины, они одному хозяину принадлежат, и денежка идет одному и тому же человеку, то же самое и здесь. Далее сказано, если завтра вот тоже профессор Рехес Авинуам говорит, если завтра в углу приземлиться Сомали с 200 тысяч вакцинами, а потом скажут, пожалуйста, сделайте вакцинацию себе и своей семьи, я думаю, у меня возникнут некоторые колебания, я не знаю, что буду делать. Это говорит профессор врач Авинуам Рехес. А вот другой координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Аш продвигает проект создания зеленого паспорта для лиц. Паспорт будет предоставлять право не сдавать на вирус при вылете за границу и не уходить на карантин по возвращению из-за рубежа. Аш заявил, мы создадим зеленый паспорт для граждан Израиля, для тех, кто меньше рискует заразиться. на основании тестов на антитела мы будем знать, кто не подвергается риску инфекции. Можно сказать, что программа светофора теперь распространится не только на города, но и на людей. Ну, это для тех, кто, как я понимаю, аксину брать не будет, но по показателям анализа, хотя, когда будут пройдите анализы, это не то, что я боюсь всего. Мне сейчас тоже предстоит лететь в Филадельфию, я не знаю, что мне делать. не требует тест или чтобы я осталась там больше дней. Посмотрим. Многие говорят, ну, я опять говорю, разные слухи. Здесь тоже нужно иметь мудрость, потому что многие сказки рассказывают, говорят, что при тесте могут тебя сознательно заразить. Не знаю, сознательно, несознательно, могут все что угодно сделать. Это понятно. Но, с другой стороны, интересно то, что он предлагает, то меньше рискует заразиться, то есть у него зеленый паспорт. В больничных кассах уже приступили к внедрению в жизни те указания, которые должны облегчить жизнь для многих граждан. Зеленый паспорт смогут получить те, кто выздоровел после вируса или те, у кого были обнаружены антитела к вирусу в результате стереологического теста. Видите? Все равно, то есть, если есть сведения о рекордс, что у тебя был этот вирус, ты выздоровел, или все равно тест, и у тебя находят антитела, все равно что-то нужно проходить, а не только так, просто, по заявлению. На первом этапе мы начнем заниматься с членами семьи верфицированных носителей, начнем приглашать их на сериологические тесты. Одновременно больничные кассы готовят компьютерную систему регистрации зеленых паспортов. Регистрация будет производиться в больничной кассе, и они будут уведомляться Министерства здравоохранения. Кстати, Израиль, сожалению, вовсю готовится принять ее антихриста, хотя они думают это их мессия, но Израиль является также частью, к сожалению, на сегодня, как и почти все страны, частью подготовки нового мирового порядка этого мира, не побоишься этого слова сказать, этих заговорщиков против Бога, но посмеется Господь и смеется. На настоящий момент не принято решение о том, будут ли зеленые паспорта ограничения по сроку действия. Известно, что антитела остаются активными в организме около пяти месяцев, и после этого их количество не увеличивается. Предположительно, паспорта могут вести на срок три месяца, после этого срок их действия могут продлевать по результатам сдачи теста. А если нет, значит все равно ты должен принять вакцину. И последняя статья на сегодня, и мы будем прощаться с вами. Бывшие президенты США готовы публично сделать прививку от вируса. Давайте почитаем, кто это? Барак Обама, которого некоторые считают как за антихриста, не знаю, но понятно, кто этот человек. Далее, Джордж Буш младший, бапчист, как он себя называет, на самом деле член масонской ложи, Билл Клинтон, также масон. Вот заявляет о готовности публично под прицелом видео камер пройти процедуру вакцинации от инфекции, чтобы помочь убедить американцев в безопасности вакцины. Вот интересно, мы видим одного республиканца, да, масона, и двух так называемых демократов, тоже масонов. вообще интересно здесь в Америке демократы, республиканцы, и что я хочу просто сказать, что это этот мир, что демократы, что республиканцы, если один хозяин у них, понимаете, один хозяин все равно решается в другом месте, а не в белом доме, не в белом доме. Да не важно, кто там сидит, это игра, это просто, даже не политическая игра, я не знаю, как ее назвать, решается совершенно в другом месте, и это понятно. Далее сказано статье о своем участии в вакцинации, пока так же не говорили действующий президент Донни Трамп, принесший вирусную инфекцию в октябре, избранный президент, как здесь написано, Джей Байден. Они пока еще не дали свой ответ. Вот в Америке здесь у нас очень большое количество инфекционных, буквально пару дней назад, за один день почти 200 тысяч человек, как они сообщили, так или не так, Господь знает, но заболеваемых очень много. В США на первом месте в мире по общему числу выявлено заражение, новой инфекции и по числу смерти от нее. Следом идут Индия, потом Бразилия и Россия. Ну вот такие новости, братья и сестры, на сегодня связанные последними событиями с вакцинацией. Пусть Господь поможет нам всем не бояться, не страшиться, но довериться Господу. Да, цена спасения она огромная. Я сейчас говорю о Господе. Боге, это ему очень дорого стоило, он отдал своего сына. Иисус, Господь, это ему дорого стоило, он отказался от всего на небесах, в любви своей, ради нас, грешников. Поэтому то, что сделал Господь в сравнении с тем, что мы должны сделать, сохранить верность и чтобы спастись, это ничто. Ну откажемся от дома, у кого есть, квартиры, если у кого-то она есть, там, не знаю, работы, ну просто жизни. Да, через гонение, что сделать, это наш путь. Хотя, не знаю, как долго еще оставил Господь всему этому, но мы видим, что оно ускоряется, уже ускорилось время, и все это к тому, чтобы совершиться, исполниться, что говорят, говорили пророки. Благослови Господь, наша информация в описании. Еще раз хочу попросить прощения, я не могу отвечать на многие вопросы, у меня действительно не хватает времени, простите, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы вы знали, что кроме того, что у меня служение в церкви, пасторское служение, и у нас миссия, миссионерское служение, поэтому я очень занят именно в миссионерском служении, так как для меня это дело, сердце, и для меня это очень важно, чтобы люди в это последнее время могли слышать и дай Бог видеть Евангелие Иисуса Христа. Ну, а YouTube, YouTube, это то, что в моем сердце также я делюсь, а вы молитесь. Если Бог расположит вас молиться, молитесь, если Бог расположит поддержать нашу миссию. я знаю, что Господь обеспечит и дает возможности покупать билеты и просто осуществлять жизнь, но мы благодарны вам за то, что вы не забываете нас и делитесь тем, что у вас есть. Благослови вас, Господь, и за это также. Вы на канале Евангелие в последнее время, и с вами был Игорь. Игорь Негода.